Весна 45-го. В Сарове завершается подготовка к военно-историческому фестивалю. Особенная атмосфера и вкусные блюда. Кофейня Прайм открыла свои двери для посетителей. О семейных радостях и праздниках. В молодежном центре подвели итоги фотоконкурса, посвященного Дню Любви, Семьи и Верности. Далее расскажем обо всем подробно. С 15 июля предприниматели, которые напрямую работают с клиентами, смогут получить субсидию налоговой службы на средства индивидуальной защиты и соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. Организации получат по 15 тысяч рублей и по 6,5 тысяч рублей из расчета на каждого сотрудника. Если индивидуальный предприниматель не имеет наемных сотрудников, он получает 15 тысяч рублей. Если индивидуальный предприниматель либо организация, обязательно включенная в реестр МСП, имеет наемных сотрудников, то для расчета берется численность сотрудников за май текущего года. Заявление на финансовую поддержку можно отправить на электронную почту налоговой или через личный кабинет плательщика с 15 июля до 15 августа 2020 года. Среди тех, кто может получить компенсацию, некоммерческие организации дополнительного образования, предприятия физкультурно-оздоровительной сферы, гостиничного дела, ателье, мастерские и салоны красоты. Салоны красоты какие-то работают. В соответствии с указом губернатора выполнили определенные условия и смогли открыть свои двери. Есть салоны красоты, которые не работают, ждут перехода на второй этап. Но, тем не менее, такие предприниматели тоже могут получить эту субсидию, поскольку после открытия им в любом случае придется выполнять эти требования, приобретать дополнительное оснащение средств индивидуальной защиты. Также продлили сроки предоставления компенсации с городского бюджета на зарплаты сотрудникам. Предприниматели могут подать заявление до конца июля и получить средства за период с 28 марта до 30 июня. Подробную информацию по условиям получения субсидий можно узнать в Центре поддержки предпринимательства по телефону 992-63. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. Окунуться в прошлое, воочию увидеть сражение Великой Отечественной войны смогут жители и гости нашего города на фестивале «Весна 1945». В этом году традиционную реконструкцию перенесли с 9 мая на 26 июля. На фестиваль заявились почти 300 участников с разных уголков страны – Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Калининграда и Нижнего Новгорода. На взгорке, с амфитеатром. Кроме того, мы подготовим территорию, сделаем покос, чтобы там не было никаких ни насекомых, ни животных. Соответственно, будут выставлены обязательно палатки и вода для того, чтобы могли люди от солнца укрыться и попить. Члены военно-исторического клуба закупили необходимые материалы для декорации и пиротехнику, подготовили костюмы. Организаторы продумали сценарий уже больше года назад. Район 4-го столба, район, если начинать, раз, два, три, четыре, там будут немецкие позиции. Это, грубо говоря, город. Поскольку реконструкция называется весной 45-го, это понятно, что территория Германии. Захваченная карта у немцев, мы ее отобрали уже заранее. И, значит, позиции. Возвращаются немцы на свои, как бы бегут, отступают, они возвращаются к своим позициям. Ну и, соответственно, Красная армия их догоняет и вступает, конечно, в бои. Это вот вкратце, чтобы как бы не выдавать всех секретов. В рамках фестиваля будет функционировать полевая кухня, а также пройдет демонстрация военных атрибутов 17-го века от участников из Нижнего Новгорода. Они покажут свое оружие, покажут обландирование, постараются детей развлечь немножко. В этом году, к сожалению, мы свою детскую полосу препятствий не ставим, потому что все-таки связано все с пандемией. Тем, кто хочет помочь с установкой сооружений и поучаствовать в реконструкции, можно обратиться к организаторам через официальную группу Военно-исторического общества 1945 ВКонтакте. Фестиваль пройдет 26 июля. Интерактивные площадки будут доступны с 11 часов. Реконструкция начнется в 16 часов. Без возрастных ограничений. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Эти деревья повалил прошедший выходные ураган. И это не единственное последствие грозы. Сильный дождь и порывы ветра нанесли немалый ущерб городу. Ливень затопил улицы Зернова, Музрукова, Советскую. Шквалы ветра снесли крышу одного из зданий больничного городка на Маслихе. И повалили более десятка деревьев. В районе 15.00 над городом сгустились тучи. Буквально за 10 минут в Сарове наступил апокалипсис. Мощными порывами ветра людей сбивало с ног. Сыпался град. Горожане укрывались от дождя кто где смог. Было очень страшно. Деревья на земле внулись. Я перепугалась, честно. Здорово гремел гром, молния. И даже у нас свет отключился. Переждал в магазине. Как он стих, успел добежать до дома. Была в магазине в Кубе. Вышла, дождь идет. Домой шла по колену в воде. От урагана пострадало и личное имущество горожан. Ветер снес заборы в садоводческих хозяйствах, а крупный град повредил несколько автомобилей. У меня на машине остались последствия. Следы от града. Град был серьезный, поэтому мы увидели их не сразу, но на следующий день заметили. Просто смерч. Разодрало две сливы. Ну, старые они, конечно, но очень мощные. Значит, у яблони отвалился сук. Ну, с дерева, наверное. Ну, естественно, картофель там все полегло. Лук. В общем, был ужасный. Я бы не упала. Муж у меня там был как раз. Если ураган застал вас врасплох, то не паникуйте. Первым делом необходимо найти укромное место. Отойти от окон и дверей и занять безопасное место у стен внутренних помещений. В коридоре, в ванных, комнатах, туалетах. Погасить огонь в печах, выключить электрическую энергию и закрыть краны на газовых сетях. Ирина Вышегородцева, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Отделался ожогами. После прямого попадания молнии по суровой статистике человек, как правило, погибает. Но 16-летний вратарь подмосковного клуба «Знамя труда» Иван Забаровский выжил. И его здоровью ничего не угрожает. Мгновенный удар молнии может вызвать паралич, глубокую потерю сознания, остановку дыхания и сердца. Вероятность поражения человека может составить примерно 1 к 600 тысячам. При этом треть пострадавших примерно погибает на месте, а выжившие получают серьезные повреждения. Случай с Иваном произошел в минувшие выходные. И эта история с хэппи-эндом скорее исключение из правил. Лучше всего обезопасить себя, соблюдая ряд несложных правил. Если есть возможность от деревьев отойти, мы отходим от них во время урагана. Если у вас имущество под деревьями находится, лучше уберите. Потому что или дерево может сломаться, или ветки посыпаются, имущество попортят. Коммуникация, провода, стекла, трубы – все от этого надо держаться подальше. Во время грозы избегайте открытой местности. Молния бьет в самую высокую точку. Одинокий человек в поле – это и есть та самая точка. Также держитесь подальше от водоемов. Часто молния бьет в их берега. Опасно во время грозы разговаривать по мобильному телефону, ехать на машине и прятаться от дождя под временными сооружениями. Временно сооружения надо вообще стороной обходить. Зашли вы в какой-то там, решили переждать. Ну, считайте, что вы себе купол неприятностей создали. Могут и доски полететь, и куда полетят. Доска уже может принести травму. Если молния ударила человека при вас, окажите ему посильную помощь. Сотрудники МЧС рекомендуют перенести его в безопасное место, уложить на спину и повернуть голову в сторону. После чего делать искусственное дыхание и массаж сердца до приезда медицинской помощи. Если есть ожоги, их необходимо обильно полить водой. Обожженную одежду снять, а затем пораженное место прикрыть чистой тканью. Температура воздуха в начале июля бьет рекорды и превышает климатическую норму аж на 10 градусов. Улицы Сарова буквально опустили. Каждый спасается от жары, как может. Саровчане до минимума сократили выходы на улицу. Дом, работа, продуктовый магазин – это, пожалуй, самый популярный маршрут в летний зной. Пройти его нужно быстро, чтобы как меньше попадать под солнечные лучи. И шляпы, и панамки – все у нас в ходу. А рады вообще такому лету? Конечно, конечно, рады. Мы пенсионеры, мы дома спасаемся. В Союзе. Вот видите загарку? На протяжке. А вот хожу, а там кондиционеры. Пьем, гуляем, занимаемся делами. Зато на пляже пруду Борового уже в 11 часов было многолюдно. Близость воды хоть как-то дает ощущение прохлады. Да и купальные костюмы не стесняют движений. Многие уже обзавелись красивым, почти южным загаром. По отзывам отдыхающих, вода, особенно возле берега, уже достаточно прогрелась. Теплая вода, почти чистая. Нормально чистая мука, подсмотр. И дети, и взрослые в полной мере наслаждаются летней жарой. Пока одни плещутся в воде, другие принимают солнечные ванны, либо занимаются пляжными видами спорта. Жару в Нижегородскую область принесли антициклон, который сформировался над Южным Уралом, и сухой воздух из-за Волжских степей. Снижение температуры воздуха синоптики прогнозируют только во второй половине дня, 9 июля. А пока все на пляже. Прохладу принесут дожди. Летом они обычно идут после полудня и снижают температуру воздуха на несколько градусов. Но эти послабления будут кратковременными, и жара снова вернется. Что касается июля, то по прогнозу гидрометцентра средняя температура воздуха составит 25-26 градусов. Вообще для июля характерно очень большое количество осадков. Самое максимальное 65-85 миллиметров. Это много. Но мы порой их не замечаем, потому что испаряемость в этот период при высоком солнце достаточно интенсивная. Дожди будут локальными. Возможно, с грозами, с шквалистым ветром и даже градом. Кратковременные ливни – это тоже характерное явление лета. Елена Грецкова, Евгений Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Отдых на воде – прекрасный способ спастись от жары, получить максимум удовольствия и укрепить здоровье. Тем более, что в Сарове официально открыт купальный сезон. У нас сейчас купальный сезон с 1 июля открыт в двух местах официально. Это озеро Боровое и озеро Протяжное. Места подготовленные для отдыха людей. Всех отдыхающих приглашают проводить время там. Умение хорошо плавать – одна из гарантий безопасного отдыха на воде. Но даже отличный пловец должен соблюдать осторожность, придерживаться элементарных правил, выбирать отведенные или хорошо знакомые места для купания. Не забывать, что вода – это у нас все-таки неестественная среда обитания для человека. Поэтому понимать, что вода таит за собой опасность. Это и резкое охлаждение организма, которое может проявление сердечно-сосудистых заболеваний привести. Ну и элементарное утопление. Чтобы не получить переохлаждение организма, купаться рекомендуется в солнечную безветренную погоду при температуре воды от плюс 20 градусов. Категорически запрещено нырять в незнакомых местах, заплывать за буйки, подплывать к любым водным транспортным средствам и устраивать в воде игры, из-за которых можно захлебнуться. Совершенно недопустимо употребление спиртных напитков. Если на ваших глазах тонет человек, а вы не в силах оказать ему помощь, то незамедлительно звоните по номеру 112. В этом году ЕГЭ по русскому языку прошел в необычном формате. На входе каждому ученику измерили температуру, выдали маску, перчатки и обработали руки антисептиками. Проверили с головы до бедер металлоискателем. По несколько человек стали запускать в аудитории, сказали, кто где находится. Мы все разошлись, ожидали время, когда нам сделают первый инструктаж. А после заветное начинаем. На все про все одиннадцатиклассникам давалось три с половиной часа. За это время ребятам предстояло ответить на два блока вопросов. Для Леры Ильгузиной сложным оказался блок «Б». Нужно было определить, допустим, правила постановки запятых, двоеточий, тире, найти схожие предложения, определить проблему в тексте. Нужно было написать по этой проблеме определенное сочинение в соответствии всяким критериям. Даши Кудрявцевой сдавать русский язык было просто. Девушка готовилась к экзамену несколько лет. И даже на самоизоляции она старательно проходила тесты, чтобы на ЕГЭ набрать как можно больше баллов. Даша планирует поступать в педагогический университет. Надеюсь, что хотя бы 80 баллов. Если учил все это время, то несложно. А если никуда не ходил, то немного сложновато, потому что это же по школьной программе. После экзамена ребята еще долго не расходились. Ждали своих одноклассников, делились с ними впечатлениями. Обсуждали задания и звонили родителям. Выпускникам осталось совсем немного. И можно будет сделать небольшую передышку. А потом наступит следующий этап – студенческая жизнь. Каждое лето остров встает вопрос покоса травы в городе. Одни саровчане придерживаются мнения, что ее трогать не нужно. Другие утверждают, что устали пробираться сквозь заросли. Так или иначе, убирать высокую растительность вдоль дорог и на основных местах прохода людей – необходимость. И дело тут не только во внешнем виде территории. Трава возле детского сада номер 44 выросла до внушительных размеров. На некоторых участках она достигает более полутора метров. В зарослях скапливается мусор и пыль. Проходящему репейник цепляется за одежду. Обзора почти нет. Да что уж и говорить об эстетической стороне вопроса. Высокая трава – источник для размножения блох, клопов и клещей. В ней часто прячутся бродячие собаки, встреча с которыми может обернуться неприятностями. На дорожных поворотах за зарослями порой плохо видно других участников движения. В социальных сетях саровчане активно обсуждают масштабы городской растительности. Трава везде буйствует, плохо косят в этом году. Как и в том году, ничего не меняется. Звонишь в ЖКХ – там посылаю, в ДГХ – такая же история. А в этой траве вот такая живность водится. На Северном переулке такая же картина. У нас во всем городе так, не только у Рыничка. По словам начальника сектора благоустройства Департамента городского хозяйства, на проведение работ в этом году повлияли пандемия и погодные условия. Много дождей у нас было, много солнца, много тепла. Травяная масса очень большая, поэтому покос происходит в тяжелых условиях. Плюс еще при пандемии иногородние рабочие долгое время не могли въехать. Поэтому идет достаточно тяжело. В первую очередь у нас косятся детские площадки, въезды, выезды во дворы, так, чтобы обезопасить граждан и транспорт, чтобы предупредить дорожно-транспортные происшествия. Придомовые газоны содержатся управляющими компаниями. Дворовая территория обслуживается разными фирмами по муниципальному контракту. Узнать, в чью зону ответственности входит конкретная территория, можно в Департаменте городского хозяйства. Подоконник тут все зажелтело, обои от сырости отстают. И уже иногда, когда все закрыто, помещение, начинает запах. На протяжении двух лет Татьяна Боярова пытается добиться, чтобы сотрудники центра ЖКХ сделали ремонт в ее квартире. Помещение заливает весной во время таяния снега и при каждом дожде. Вода проникает через щель, которая образовалась на 10 этаже на открытой веранде дома. Они нам пообещали сделать в течение лета. Ну вот, в течение лета у нас приходили специалисты, смотрели, обещали. Вот, значит, в 19-м, это в 18-м году. В 19-м тоже самое начали, как весна начинается, начинают звонить, обещают, придем, посмотрим, приходят, смотрят. Потом резко уходят все в отпуск. И я не знаю, с кем связаться и к кому обратиться. Но вот уже 20-й год. Вот как ливень, как дождь, у нас опять вот такая проблема. Татьяна и ее супруг предполагают, что внутри пола нарушена гидроизоляция и необходимо срочно вскрывать кафель. Сами Бояровы делать это боятся. Говорят, что опыта недостаточно. Но чтобы хоть как-то предотвратить потоп, они соорудили ручной слив. Это муж построил, потому что когда с крыши течет, вода стекает, и куда-то затекает она там, потому что сразу начинает и сюда течь. Вот он сделал, чтобы ближе к канализации, вот это вот там железо подложил, и желобочек сделал, чтобы тоже в канализацию сразу стекало. Вот, ну все равно затекает, но хотя бы не так. В центре ЖКХ нам сообщили, что в 2020 году обращений по поводу протечки из дома номер 18 по улице Гоголя к ним не было. Последнее заявление от жильцов поступало в 2019-м. Еще тогда все проблемы были устранены. Был прочищен внутренний водосток. Предположительно, протечка 2019 года, с акцентирую ваше внимание, потому что предварительные причины той протечки годовалой давности практически, это две причины, которые одну устранили. И вторая причина, она в плановом порядке у нас будет выявляться. Она связана со вскрытием напольного покрытия. Константин Зайцев уверил, что ремонт напольного покрытия в доме номер 18 по улице Гоголя запланирован на 15 июля. Поход в ресторан или кафе стал настоящим событием, которого все так долго ждали. После снятия строгих ограничений, наконец, появилась возможность посидеть за чашкой кофе в уютном заведении. Кофейня «Прайм» открыла свои двери для гостей после долгого перерыва в связи с пандемией. Заведение работает в прежнем режиме с соблюдением мер эпидемиологической предосторожности. Все очень рады, что мы открылись. И вот в связи с этим мне как раз хотелось еще обратиться к нашим гостям. Сами понимают нашу обстановку. То есть, чтобы не было нам нареканий со стороны администрации, соблюдать дистанцию, мы все разметили. Есть антисептики, салфетки. Видеонаблюдение мы подключили. То есть, за нами также смотрят. Мы прикладываем все усилия к тому, чтобы у нас было безопасно. Обязательное условие посещения кофейни – маска. Если ее под рукой не оказалось, все необходимые средства защиты можно взять на входе. За одним столиком могут разместиться не более четырех человек. Чтобы не создавать столпотворение, гостей, которые заглянули на бизнес-ланч, будут обслуживать в залах ресторана. Чтобы им было комфортно у нас находиться, мы приняли решение, что бизнес-ланч на все это время будет в ресторане «Прайм». Там помещений больше, там подойдет официант. Гости возле кассы стоять не будут. То есть, они пришли в масочке, сели за столик, масочку сняли. Проблем никаких нет. Посетителей ждут вкуснейшие торты и пирожные, пицца, салаты и супы, кофе, чай и освежающие коктейли. Деловые романтические встречи и беседы с друзьями пройдут безупречно и вкусно в кофейне «Прайм» в торговом центре «Атом» – первый этаж. Музей – это живой организм, считает Вячеслав Лопашов. Поэтому музей «Оловянного солдатика» постоянно пополняется новыми экспонатами. Здесь создаются тематические выставки. Уже почти готова композиция, посвященная сражению в Москве 4 ноября 1612 года. Здесь представлены как польские войска в таком достаточном количестве. Вот кавалерия выскакивает из стен Кремля. Это прямо в старинном фильме, кто смотрел «Минный пожарский». Там этот эпизод показан очень достаточно качественно. Работать над созданием диорамы Вячеслав Лопашов начал несколько месяцев назад. Весной, в период строгой самоизоляции, он вместе с дочерью делал декорации. Что-то смастерил из подручных средств. А вот заготовки для стен Кремля пришлось заказывать в интернете. В пизинге мы сделали московский крем. То есть склеили, древянно насместрили, покрасили дома. И вот теперь она здесь. Ну, конечно, немножечко, совсем немножечко доработки требует. То есть это установка куполов. Не куполов, а шатров на стенах. Но на самом деле вот уже практически готовые изделия. И чуть-чуть немножко подработать вот почву. Потому что здесь просто пенопласт. Там уже будет и земля, там будет и трава. Три полки одного из стеллажей посвящены параду Победы, который прошел на Красной площади 24 июня 1945 года. В строю замерли пехотинцы, летчики, моряки и подводники. Есть фигурки командующих войсками. И даже Сталина. В планах сделать экспозицию, посвященную событиям 8 мая 1945 года в Берлине. Штурм именно Рейхстага. То есть у нас уже есть оладянные солдатики. Они уже закуплены. Именно вот атакующие с красным знамением. Большая диорама, посвященная Бродинскому сражению, тоже пополнилась новыми миниатюрами. Количество фигурок военнослужащих обеих армий перевалилось за две тысячи. Теперь эта экспозиция все больше соответствует строкам Лермонтовской поэмы об этой битве. Смешались кони и люди. Юбилеи писателей и поэтов, годовщины написанных ими произведений. События, которые становятся отличным поводом поближе познакомиться с личностью авторов и их творчеством. Уникальные редкие экспонаты и современные издания. Их для саровчан представят сотрудники библиотеки Маяковского на выставках в музее книги. В отделе редкого фонда хранится около трех с половиной тысяч изданий художественной и научной литературы. Библиотека Маяковского входит в число держателей книжных памятников Российской Федерации. Ее сотрудники хотят показать читателю, что книга не только источник знаний. Книги могут быть предметом искусства и изобретения человечества. Множество книг хранятся в редком фонде по той причине, что они представляют из себя культурную и историческую память. Многим книгам более ста лет. Они оформлены выдающимися художниками, иллюстраторами. Они написаны известными классиками русской и зарубежной литературы. Этим летом библиотекари периодически будут формировать экспозицию из книг, которые находятся в читальных залах и доступны к пользованию, а также из особо ценных экземпляров, которые обычно скрыты от глаз посетителей. Чтобы обеспечить сохранность наиболее ценным изданиям, мы храним наши книги в закрытых шкафах. И особо ценные издания мы размещаем вот в таких футлярах из бескислотного картона. И, безусловно, их разглядывать и смотреть можно только в специальных перчатках. При определенном запросе читатель может тоже воспользоваться этими же самыми перчатками и тоже посмотреть, полистать. Не пропустите уникальный шанс окунуться в мир литературы и искусства. Следите за нашими новостями. Мы будем рассказывать обо всех летних выставках в библиотеке имени Маяковского. Семья Никаноровых активно участвует во всех конкурсах молодежного центра. За 8 лет совместной жизни они получили более 50 грамот. В День семьи, любви и верности Никаноровым вручили еще две. Они стали победителями сразу в двух конкурсах – «Радость отцовства» и «Семейный подряд». Хочешь, чтобы дети брали с нас в пример, потому что дети – это наше продолжение. И, соответственно, дети такие, каких они видят своих родителей. Мы хотим, чтобы наши дети были спортивными, здоровыми и развивали свой творческий потенциал. Победителем конкурса «Семейный подряд» в номинации «Семейное прибавление» стала семья Артюшкиных. Они сделали ряд семейных фотографий с сыновьями – 8-летним Ильей и 4-месячным Ромой. Для Артюшкиных получить грамоту в День семьи, любви и верности особенно ценно. Петр и Феврония всегда для нас пример, чтобы в доме всегда любовь царила, забота, верность, честность, чтобы слышать друг друга и слушать самое главное. Конкурс «Семейный подряд» в молодежном центре проходит ежегодно. В этот раз в нем приняло участие 42 семьи в пяти номинациях – «Семейное прибавление», «Семейный акварель», «Семейный спортотряд», «Семейные посиделки» и «Семейная карусель». Задачей конкурса «Семейный подряд» было объединить семьи через совместную творческую деятельность. У нас это получилось, потому что фотографии совершенно замечательные, яркие, креативные. Спасибо большое всем семьям, принявшим участие в этом конкурсе. Сегодня сотрудники молодежного центра готовят для активных семей очередной конкурс. Но какой рассказывать не стали. Решили пока оставить в тайне. Руфятс МНЕФ подвел итоги марафона «Антиковид-2020». Весь июнь сотрудники Руфятс МНЕФ самостоятельно занимались спортом на открытых площадках города. Представители девяти коллективов физкультуры Руфятс МНЕФ соревновались в беге, велоспорте и силовых упражнениях. В зачет шла совокупность результатов всех членов команды. В первом этапе с 1 по 10 июня участники должны были преодолеть суммарную дистанцию в 2020 километров. С 11 по 20 июня веломаршрут в 20 200 километров. С 21 по 30 июня женщины соревновались в отжимании, мужчины в подтягивании в индивидуальном зачете. В отжимании и подтягивании в течение 10 дней нужно было уже каждому сделать 202 отжимания или 202 подтягивания. Ну, надо сказать, что все выполнили практически. Мы перевыполнили бег. У нас там получилось порядка 5 тысяч мы набежали. Перевыполнили тоже велосипедный спорт. У нас там получилось тоже около 23 тысяч. И, соответственно, все практические участники выполнили отжимания и подтягивания по 202 раза. Кто-то мог не отжиматься. То есть мы не обязательно заставляли там всех выполнять все вот эти три этапа. Кто-то мог и на велосипеде проехать, кто-то пробежать, кто-то только отжаться. Всего было более 500 человек, которые приняли участие в том или ином этапе этого марафона. Все три этапа прошли 214 человек. Результаты фиксировали дистанционно. Марафонцы отправляли организаторам дорожную карту с пройденным маршрутом, количество километров за день, фото и видеоматериалы с дистанции. Соревнование проводилось без ограничения по возрасту. Сотрудники с удовольствием участвовали сами, а также привлекали членов семьи и даже домашних питомцев. Мы стараемся, чтобы люди подключали еще свою семью. То есть и дети участвовали, маленькие, до 7 лет, и среднее возраст, и старшеклассники. То есть народ привлекался, то есть дети вместе с родителями отжимались, приседали, ездили на велосипеде, подтягивались, бегали. Ну то есть и чем больше участников, тем больше, так сказать, пройденных километров. В госкорпорации «Росатом» всегда большое внимание уделяется достижению спортивных высот и активной деятельности. С начала пандемии сотрудники ядерного центра не сидят на месте. Поддерживают свою физическую форму, организовывают челленджи и флешмобы. Главная цель организаторов марафона – и дальше привлекать сотрудников к занятиям физкультурой. Несмотря на то, что тренажерные залы по-прежнему закрыты. С конца марта у нас ни одного мероприятия спортивного официального во МНЕФе не проходило. Соответственно, люди хотят двигаться хотя бы на дому. То есть изначально мы делали три этапа домашних челленджа «Железный человек». Они проходили дома. То есть мы отжимались, приседали, поднимали тяжести, стояли планку, все это снимали на видео, все это было дома. Подводились итоги. То есть повышалось каждый день ступени. И, например, к седьмому дню надо было уже отжаться 60 раз, присесть 50 раз, планку простоять 4 минуты. То есть уже не каждый это справится. По словам заместителя начальника отдела физкультуры и спорта Орфеат Смнеев Вадима Шевчука, после снятия ограничений в тренировочном процессе ожидается наплыв спортсменов, которые истосковались по полноценным занятиям. Мы даже разработали специальную систему тренировок на дому. Сейчас тоже отправили по нашей внутренней сети, чтобы люди как-то что-то могли делать. Потому что мы пока не понимаем, когда все это закончится. Но я думаю, что бум будет такой серьезный. Потому что чуть какое-то послабление, нам уже сразу звонки идут, когда можно в зал прийти, когда можно заниматься там-то, там-то, на каких-то площадках. В мае в нашем городе должно было состояться одно из крупнейших спортивных событий отрасли – летняя Атамиада. На ней традиционно выявляют лучших в мини-футболе, настольном теннисе, бадминтоне, гиревом спорте, плавании, баскетболе, легкой атлетике и пляжном волейболе. В связи с пандемией спартакиаду пришлось перенести на предварительную дату с 10 по 13 сентября. Спортсмены активно готовятся к соревнованиям и надеются, что к этому времени разрешат проводить массовые мероприятия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова